Мы с вами в Кейсарии. Написано в Талмуде в трактате Мигелла. Если поднимается Иерусалим, знай, что Кейсария... А Кейсар — это на иврите император. Если поднимается Кейсария, знай, что опустился Иерусалим. Если поднимается Иерусалим, знай, что опустилась Кейсария. Вместе они не могут быть. И особенный рассказ связан с Кейсарией. Написано в Талмуде в трактате Брахот 61 лист. Именно здесь, в Йом-Кипур, римляне подвергли мучительной казни раби Акива. Но история начинается гораздо раньше. Раби Акива собирал евреев и обучал их Торе. А это происходило во время, когда римляне запретили нам изучать Тору. И обратился к нему папус Бен-Яуда, еврейский мудрец. И сказал Акива, разве ты не знаешь, что эта власть запретила изучать Тору? Почему ты обучаешь евреев публично? Знаете, я слышал другую немножко версию. То есть такой, я не знаю, там ядраж или нет, но про папус Бен-Яуда это связано с той историей, которую вы цитировали. Что там такая еще игра, что как бы раби Акива, про него известно, что он был германом. То есть он во втором поколении. То есть не он, а его родители. Йосиф. Йосиф был отец. То есть он как бы пришел из язычников, во втором поколении. А папус Бен-Яуда, то есть Бен-Яуда это самое, что есть не еврейское, да, и фамилия. А папус это греческое имя. Что он как бы, то есть он как бы из, то есть он из классической, традиционной еврейской семьи, но он наоборот, он отходит. Наши источники говорят, что он был великий еврейский мудрец. И ответил ему раби Акива. И это связано как раз с морем. Я тебе приведу пример. Как-то рыбаки забросили небо. И рыбы начали метаться направо, налево. И подошла к ним с берегу лиса и сказала, что вы мечетесь. Рыбаки забросили небо, и мы боимся попасть к нему в сети. О, у меня есть гениальная идея. Поднимайтесь ко мне на сушу, так как было в самом начале творения. И я, и вы будем вместе жить на суше. И ответили рыбы этой лисе. Говорят, что ты хитрое, мудрое животное. Но ты же идиотка. Почему? Потому что есть ли в месте, где это место нашего проживания, это вода. Мы подвергаем свою жизнь опасности во сколько раз больше, если мы поднимемся на суше, где мы не можем жить. И это то, что мы, еврейский народ, должны изучать Тору. Это место нашего пребывания. И есть опасность, тем более, если мы ее оставим. Не прошло много времени, и римляне арестовали папуса Бен-Иуда. И поместили его в ту же камеру, где сидел Раби Акива. Сейчас папус говорит, счастлив ты, Раби Акива, потому что тебя схватили из-за слов Торы. И ой, папусу, которого взяли и арестовали из-за пустых вещей. Трактатель Таанит, 18-й лист, что сказано, что убили дочку императора и Луд, и хотел убить римский император всех жителей Луда. Пришли два брата, Люлианус и папус, и сказали, мы убили. Он говорит, я же знаю, что это неправда. Они говорят, ну, в общем, мы и их, несмотря на то, что он понимал, что они взяли на себя, их убили. Но кто такой был папус? Это папус Бен-Иуда. То, что он выучил от Раби Акивы, то, что можно ради Торы идти на самопожертвование, и чтобы спасти других евреев. Когда вывели Раби Акиву на казнь, время утреннего шма было. И скребли его тело железными гребнями. И в это время Раби Акива произносил шма Исраэль. Спросили ученики, когда увидели, что он готовится произнести шма Исраэль. Раби, и в этот момент тоже? И ответил им Раби Акива. Всю свою жизнь я ждал, когда Творец даст мне это осуществить. Я любил Творца всем сердцем, всем достоянием моим. Даже когда забирают душу любить Творца. Шма Исраэль. Ашем элокейну. Ашем эхот. И когда Раби Акива произнес, Слушай, Исраэль, Бог всесильный наш, Бог один. И на слове Эхат отлетела его душа. И раздался голос с неба. Раби Акива приглашается для жизни в будущем мире. Счастлив ты, Раби Акива, Что со словом Эхат один Ты отдал душу своему Творцу. Счастлив ты, Раби Акива.